Приветствую вас! Прежде всего, хотел бы сказать, что понимаю то, почему вы соединяете в одно и насилие, то есть поднял руку и измену, то есть предательство, ну, для вас пока оставим так, пусть будет предательство, да, вот. Вы действительно в этом видите что-то сходя, в том и другом случае вам причиняется боль, в обоих случаях вам причиняется боль, в случае с поднятием руки это боль физическая, ну и морально-психологическая тоже, в случае с измены это боль преимущественно психологическая, конечно же, вот, но тем не менее, тем не менее. У этих двух вещей, у этих двух проявлений активности есть абсолютно разные по своей субъективной стороне моменты. А именно, какие, какие, какие моменты? Ну, во-первых, если мужчина поднял на женщину руку, что дальше? Если мужчина поднял на вас руку, значит, то действительно, скорее всего, это повторится. Потому что, понимаете, при завершении физических актов, при завершении физического насилия, пробивается потолок, потолок дозволенного. То есть, иными словами, если вы своему мужчине, вот, позволили вас ударить, если он вас ударил, то он, скорее всего, ударит вас еще раз, потому что, например, поймет, что, как бы, ну, после этого жизнь есть. То есть, в этой ситуации вам рекомендуется либо, вот, если я вас ударил, либо очень серьезно, долго и обстоятельно разговаривать с ним на тему того, что он попил ужасно, и, собственно, что вы его не прощаете для того, чтобы увидеть раскаяние с его стороны, либо вы уходите от него и больше к нему никогда не возвращаетесь. Это позиция тоже правильный, ну, просто потому что, действительно, если ударил один раз, то порог дозволенного пробит и, собственно, может ударить еще. Исключением представляет, конечно, раскаяние и исключительные случаи. Да, то есть, например, упалное состояние аффекта, упалное что-то случилось, ну, в общем, что-то вот из ряда вон выходящее, это, конечно, может оправдать человека, но не более того. Если это произошло в относительно спокойной, ну, в относительно спокойной обстановке, в относительно спокойном периоде, то я полагаю, что не имеет абсолютно никакого смысла тогда, значит, ожидать, что человек как-то вот раскается или изменится и так далее. Самое главное, если обстановка была спокойной и если человек причинил вам боль, находясь, вот, ну, если ничего исключительного не произошло, то это с высокой долей вероятности означает, что это произойдет вновь. Тут выходом будет только обращение мужчины к специалисту, к психологу для работы над вот этой вот агрессией, над вот этим вот своим поведением. Так же, следует понимать, что и насилие физическое, да, и агрессия, это проявление, ну, знаете, не то чтобы даже неудовлетворенности, вот, как именно, как, именно как неудовлетворенность я бы это не назвал, именно неудовлетворенность я бы это не назвал. Наверное, лучше будет сказать, лучше будет сказать, что это неумение говорить о своих чувствах, вот, так, я бы вырезался, это неумение говорить о своих чувствах. То есть, вместо того, чтобы сказать о том, что я чувствую, парень, он, значит, предпочитает, допустим, там, ну, например, ударить, грубо говоря, да, вот. То есть, это неумение говорить о своих чувствах, и если такого человека научить говорить о своих чувствах, то вполне вероятно, агрессия уйдет. Это достигается через терапию. Но, опять же, при условии, если мужчина сам хочет с этим работать, так? Если мы говорим о измене, то измена – это куда более сложный процесс, куда более сложное явление, потому что измена вообще происходит, как правило, тогда, когда человек испытывает, ну, неудовлетворенность чем-либо. То есть, не просто неумение говорить о своих чувствах, как таковых, таковых, а это именно, вот, неудовлетворенность. Неудовлетворенность собой, неудовлетворенность своим поведением, неудовлетворенность жизнью, в том числе, может быть, и сексуальной жизнью. То есть, измена – это процесс такой, достаточно сложный. И, на мой взгляд, нельзя говорить о том, что если парень один раз изменил, то он будет изменять еще раз. То есть, были и есть обстоятельства, которые его, как бы, вот, подвигли на это, да, на измену. Были и есть обстоятельства, которые заставили мужчину изменить вам. То есть, это понятно. Не обравдание его, как таковое, да, но, тем не менее, это момент. И момент довольно серьезный, опять же, на мой взгляд, да, это момент довольно серьезный. Вот. Соответственно, если эти причины не убрать, Если эти причины не устранить, то да, измена может повториться вновь, конечно. Измена может повториться вновь, если, вот, парень, во-первых, не осознал, То, что, то, что он сделал, это плохо, Ну, и если, если ситуация не изменилась, да, То есть, если, вот, обстоятельства, которые толкнули его на измену, Они остались предыдущими. Тут важно сказать еще вот о чем. Я думаю, что измена, как вам уже дал понять мой коллега, Это навсегда двухстороннее явление, То есть, результат двухсторонней активности, как правило, измена. И если парень вам изменяет, То, значит, вы сами отчасти в этом ответственны. Не виноваты, а ответственны. Ответственность, это означает, что вы Активно или пассивно Приложили к этому руку, руку свою, вот. Активно или пассивно. И тогда нужно будет понять, Что именно вы сделали, для того, чтобы парень вам изменил, да, что именно вы, ну, сделали, что именно, как вы, как именно вы поступили в ситуации, Что она привела к измене, с его стороны, со стороны парня, и постараться уже, вот, со своей стороны, хотя бы, ну, так больше не поступать. Да, да, то есть, с своей стороны сделать все возможное. Здесь надо сказать сразу, что понятно, что вы не хотели измены, и никто не говорит, что вы этого хотели обязательно, вот. В любом случае, ну, вот, лично я, допустим, говорить вам этого точно не буду. Я знаю, что вы, да и кто-либо другой, измены никогда не хочет. Но они все же происходят. И тот факт, что они происходят, является, ну, довольно-таки очевидным. И говорить о том, что только мужчина виноват, вот, в измене, на мой взгляд, не является правильным. Все-таки ответственность она обоюет. Должна быть. По моему мнению. Вот. То есть, здесь важно понять, что заставило мужчину изменить вам. Какие обстоятельства. Вот. Было ли это его действием, ну, например, было ли это его действием, скажем, осознанным, да, то специально ли он вам изменял. Или он вам, значит, изменил там, потому что, потому что и так далее. То есть, вот с этим нужно разобраться, прежде чем говорить о таких вещах, как, например, предательство с его стороны и так далее. Кроме того, есть важный момент. Этот момент связан с тем, что, как бы, если мужчина изменяет вам и раскаивается в том, что сделал, то это одно. Но нужно понимать, обязательно нужно понимать, что если мужчине все равно, то вам больно. И если вы ничего не делали, при анализе, например, выяснится, что вы ничего не делали, чтобы он изменял, то есть старались для него делать все это в ваших силах там, не обижали его, не давили на него, прислушивались к нему. И вообще, он вам, как бы, вот, сам говорил, что чувствует себя с вами мужчиной, да, вот если ситуация такова, то в этом случае, конечно, можно говорить о том, что мужчина поступил сам плохо и вашей ответственности в этом нет никакой. Вот, но здесь, конечно, самое главное не торопиться с выводами. Да, то есть, измены всегда вследствие определенного кризиса, вследствие определенной проблемы в отношениях с парой, в отношениях в паре. И прежде чем делать выводы относительно того, изменит мужчина еще раз или нет, нужно сперва понять, какие проблемы в паре. И как их можно, эти проблемы разрешить. А после этого уже делать выводы относительно того, будете ли вы вместе пытаться эти проблемы разрешить или нет. Очень важно также и желание мужчины. То есть, если мужчина хочет ситуацию исправить и так, но если мужчина не хочет, не идет на контакт и вообще ведет себя довольно вызывающе, то это другое. И здесь все понятно висит на довольно хрупкой такой веревочке, на крепкой веревочке, потому что вот мужчина захотел изменил и не захотел, больше не изменял. Если вы пишете, что парень, то вы еще не мучаете, пока вы не связаны между собой с семейными узами, пока вы не связаны с семейными узами, пока и если вы не связаны с семейными узами, то лучше не доводить до этих, собственно, семейных уз. То есть, если вам что-то не нравится в поведении мужчины, то лучше сразу ему об этом сказать. Сразу ему поставить там, ну сразу поставить его в известность, не ультиматум, конечно, а вот просто хотя бы в известность его поставить о том, что вам какие-то вещи могут быть неприятны. Да? Вот. Для чего? То можно знать, что для вас недопустимо является какое-то его поведение. И что вы не будете терпеть это самое поведение. Опять-таки, не будете терпеть, да? Мужине важно вот это вот донести, что вы не будете терпеть это поведение. Чтобы он увидел. Вот. Обвинять человека ни в чем не нужно. Вот. Просто говорить о себе, о том, что вам неприятно и так далее. И так далее. Да? Далее. Вы спрашиваете, какое поведение у мужчины, который изменил. Ну, смотрите. Тут может быть самое разное поведение. Как правило, если человек не уверен в себе, и если человек себя не принимает, таким, как он есть. Если у человека много противоречий, то измену будет охарактеризовываться его поведением так, что он будет более внимательным к вам, он будет более нежен к вам, он будет более, значит, ну, сконцентрирован на вас и так далее. То есть это вот такая реакция человека на измену, да? Ну, просто я делал что-то плохое. Если человек уверен в себе напротив, и уверен в себе довольно сильно, то измену будет вызывать обратный эффект. То есть, что это значит? Обратный эффект. И еще больше мужчина будет уверен в себе, еще больше он будет с вами агрессивен, холоден и так далее. Потому что внутри-то все равно есть ощущение, что он сделал что-то не так. Внутри-то все равно есть чувство, что он поступил неправильно. Вопрос в том, как он это будет компенсировать. И вот в данном случае компенсация будет выглядеть так. Помимо этого, с его стороны появятся какие-то секреты, какие-то недомовки, холодность, возможно, если раньше было тепло и ничего не происходило. Как будто, знаете, такая небольшая отчужденность будет с его стороны. То есть, человек будет как будто бы не с вами, как будто бы его вот кто-то беспокоит. И так далее, и так далее. Но в основном это внезапно повышение роли своего личного пространства, своих личных каких-то, личного времени, личных дел и так далее. Вот. И здесь опять же, если вы цените своего мужчину, если вы любите его, и хотите быть с ним, в разумных, конечно, пределах, то от обвинений, от именно обвинений следует отказаться. Потому что обвинения, они все-таки ни к чему хорошему не приводят никогда. Вам стоит понять, в первую очередь, что мужчину беспокоит вообще. И беспокоит ли его что-либо вообще. И после этого, после того, как вы это узнаете, мы с ним об этом поговорим. Если у мужчины есть к вам любовь, если у мужчины есть к вам чувства, ну, скорее всего, ему станет очень плохо от того, что вы интересуетесь, что у него случилось, и думаете, что у него что-то происходит, а он-то в действительности, да, вам интересен. Вот. И скорее всего, если у него есть чувства, он вам принадлежит в этом, и достнется обсуждение проблемы. А также дальше вы решите по ситуации. Как вам вести себя, оставаться с ним и оставаться с ним этого, это уже ваш собственный выбор, я полагаю. То есть еще раз повторяю, повторяю, несмотря на то, что вы под одну к ребенку ставите и измену, и причинение физического насилия, это все же очень и очень разные. И смешивать их нельзя никак. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы или что-то непонятно из моего ответа, пишите в личку, буду рад вам помочь и пояснить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова